Любешов – небольшой городок на северо-востоке Волынской области, административный центр Любешовского района. Расположено на левом берегу реки Стоход. По историко-этнографическим признакам и по своему географическому расположению Любешов относится к украинскому полесье. Население 7832 человек. Расстояние до областного центра Г. Луцк составляет 137 километров. Ближайшие железнодорожные станции расположены в Г. Маневичи и М. Камень-Каширский за 5.0 дать Любешова. Через Любешов проходит Р-14, к которым можно добраться до Международного автомобильного пункта пропуска Дольск на границе с Белоруссией. Абсолютный максимум температуры воздуха для Любешова плюс 36,9 градуса. Абсолютный минимум 37,2 градуса. Суточный максимум осадков 119 миллиметров. Радио. История. Согласно старинным преданиям, основателем первого поселения на территории нынешнего Любешова был охотник по имени Любаша. Жившего в 15-е, Любаш был слугой шляхти Чаверли, который жил в Турвском княжестве и хорошо знаком с польским князем Сапеву, за сына, которого хотела дать свою дочь Евигу. Едвига, несмотря на волю родителей, полюбила охотника Любаша, поэтому им пришлось убежать далеко от дома и поселиться на берегу небольшой реки, окруженной лесами и болотами. Первое письменное упоминание о Любешов от 18 сентября 1484 года находится в документе «Декрет о разделе имени Альбяза. Любашов, без купича и росного с селами между М. Даргевичем и М. Довольновичем». Этот документ находится в литовской метрике и хранится в Москве в Центральном государственном архиве древних актов. Он опубликован в Русскоисторической библиотеке. Указанный документ утверждает, что Любешов намного старше, поскольку в 1484 году он уже был, развивался и даже через суд делили его окрестное имение. Однако, к сожалению, более раннего упоминания о нем еще не найдено. В этом же музее в фонде 389 хранятся еще два древние документы, где упоминаются Любешов и окрестные населенные пункты. Первый по 1516 годам. Постановление по жалобам княгини Петрухна Глинской и ее сестры Варвары Станкович на их взятие Юрия Рачка, судью Бельского, уклонявшегося от раздела Любешова и других имений, оставшихся после их матери. 2-го 9 января 1519 года. Решение по жалобам королевского маршалка и секретаря Н.М. Рачковича, в том числе и на князя Януша Козичича об имении Альбяс. В 1547 году Любешов переходит во владение графа Льва Бросцова. В дальнейшем, после подписания Люблинской унии 1569 года, Любешов вместе с окрестными землями перешел во владение Польши. В 1653 году Любешов был сожжен дотла татарами, но поселение постепенно возрождался. В конце XVII века, в 1684 году, литовский маршал Ян Карольдольский основал в Любешове монастырь отцов Пиар, который впоследствии, 2 января 1726 года, было передано ордену Капуцинов. В 1693 году хозяин Любешова Ян Карольдольский выхлопотал для села Статус Городка. При монастыре орденом пиаров был основан коллегиум, который в сутки просвещения приобрел славу одного из лучших европейских коллегиумов. В Любешове получали образование немало выдающихся деятелей культуры и науки Украины и Польши. А в течение 1753-1758 лет в школе при монастыре учился национальный герой польского народа Тадеуш Костюшко. Средневековый римско-католический орден в истории украинского школьного образования имеет важное значение. Тем более, что и сейчас педагоги пиары реализуют свое учение в десятках стран, среди которых Испания, Польша, Италия, Франция, Австрия, Чехия, Япония, США, Канада, а также почти все страны Южной Америки. К сожалению, деятельность пиаров на Украине после закрытия в 1939 году последней школы Любешовского коллегиума прекратилась. Основателем ордена пиаров является испанский священник Хосе де Каласенс. Его педагогической деятельности посвящена богатая литература на латинском, итальянском, испанском и других языках. К сожалению, неизвестно педагогам на Украине. Учителями пиаров были Гаулио Гаулии и Таммаза Кампанелла, которые преследовались неопольской инквизицией. Пиар не только открыли во всем мире, в противовес действующему школьному образованию, бесплатной школы для детей, но и сдемократизировали образование. В тогдашней школе могли учиться дети богатых родителей, потому что за науку надо платить. Дети нищих родителей таким образом были лишены возможности учиться. В Любешевском коллегиуме сажали рядом на скамью детей шляхты и простонародье католиков у православных, протестантов у евреев. В нем не было дискриминации ни этнической, ни сословной, ни религиозной. Польские и украинские ученые не нашли в архивах ни одного документа, который бы засвидетельствовал случай дискриминации украинских или еврейских детей в паирских школах тогдашней речи Посполитой, Которой входила Западная Украина, что особенно выделяет эту уникальную систему образования, которая немало пострадала от преследования инквизиций и гонения иезуитов. Сейчас школа пиаров продолжает работу во многих странах мира, в том числе и в соседней Польше. Ко большому сожалению, в советскую эпоху в Любешеве был разрушен костел пиаров. Мало что напоминает и славу коллегиума европейского значения, ни уникальной научной библиотеки, ни лаборатории коллегиума, ни прекрасного ботанического сада. В уцелевшем помещении славного учебного заведения разместились типография, редакция газеты и отдел образования и науки. В 1756 году владельцем Любешева стал Ян Антоний Чернецкий, который со своей женой Фелцианой составил пожертвование на очаг капуцинов в Любешеве. Предложение приняли 5 мая того же года в Любешево прибыли первые капуцины. Епископ Луцкий Аркаций Антоний Размволович выдал литер акрида, а 15 августа 1756 года осветил краеугольный камень под строительство храма и монастыря, которое началось в 1761 году. И когда строительство почти заканчивали в 1774 году, умирает его основатель Ян Антоний Чернецкий. Строительство прекратилось на долгие годы. Закончили строить монастырь Ксюндзов-Капуцинов аж в 1786 году. Того же года епископ Ян Хризастом Каховский осветил храм С.В. Франциско из Осизи. В 1788 году было утверждено монастырь по второму разделу Речи Посполитой. В 1793 году Любешев вошел в Минской губернии в составе Пинского уезда и был центром Любешевской гмины. В конце XVIII века в результате трех разделов Польши всей земли Западной Украины и Западной Белоруссии вошли в состав Российской империи. В 1817 году Любешевский очаг Капуцинов сгорел. Почти все было уничтожено огнем, поэтому Капуцины покинули свое убежище. В 1828 году Франциск Владислав Чернецкий, сын основателя, просил настоятелей русской провинции направить нескольких монахов, которые бы занялись восстановлением храма и монастыря. Сначала совет провинции отказал ввиду того, что почти весь монастырь сгорел. Однако в следующем году предложение было принято и назначено отца Яна Канта настоятелем и ответственным за восстановление святыни и монастыря. В 1832 году царское правительство ликвидировало монастырь Капуцинов в Любешеве. Неизвестно, до этого строительство было уже закончено, но во время мировой войны немецкие солдаты взорвали южное крыло монастыря. 2 января 1926 года ординария Пинской епархии епископ Дигмунд Лозинский отдал Капуцином остатки древнего очага в Любешеве. Через два года было принято решение отстроить монастырь. В 1931 году генерал ордена Мельхиор обратился к комиссару провинциального варшавского комиссариата отца Даниэля с просьбой образовать Капуцинский очаг восточного обряда. На эту роль идеально подходил монастырь в Любешеве на Полесье. 25 апреля 1933 года отец Мельхиор сообщил отца Даниэля о принятии орденом восточной миссии. Первым настоятелем миссии в Любешеве было назначено отца Кирилла Фермонта из Голландии. За короткий период голландские капуцины славянского обряда отстроили храм и монастырь. 13 апреля 1935 года в Любешеве было зарегистрировано монастырь, а 7 сентября этого же года епископ Николай Чернецкий осветил святилище С.В. Франциско из Осизи, однако с приходом советской власти в 1939 году капуцины оставили очаг. Первая попытка провозглашения в Любешеве советской власти имела место еще в 1920 году, но эта попытка оказалась неудачной, так как была подавлена польскими легионерами. И в 1921 году земля Любешевчини очередной раз перешла под власть Речи Посполитой. Любешев вместе с остальными земель Западной Украины вошел в состав УССР 30 сентября 1939 года, а 18 января 1940 года указом Президиума Верховного Совета УССР было создано Любешевский район в составе Волынской области, центром которого стал Любешев. 29 июня 1941 года уже через неделю после начала Великой Отечественной войны Любешев был захвачен немецкими войсками. Оккупация продолжалась до 5 марта 1944 года. В течение всего времени оккупации на территории Любешевского района активно действовали партизанские отряды и силы ОНУПА. Некоторое время партизанам Черниговско-Волынского партизанского соединения удавалось даже удерживать на территории Любешева советскую власть, несмотря на то, что длительная оккупация окрестных районов немецкими войсками. В Любешеве расположена администрация созданного 13 августа 2007 года Национального природного парка «Припад-Стоход», который объединил все заповедные объекты Любешевского района. Общая площадь парка составляет 39 315,5 гектара, в том числе 5 961,93 гектара земель, которые предоставлены ему в постоянное пользование. Метрические книги Любешевской Преображенской Православной Церкви за период с 1840 по 1859 годы хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси, М. Минск. Достопримечательности. Памятники в городе был памятник В. Ленину, демонтирован по инициативе местного отделения КПУ 11 декабря 2013 года во время событий Евромайдан. Архитектурные памятники здания монастырской школы 1753-1758 г. Г. Въездные ворота усадьбы XVIII века образования. В Любешове с 1940 года действовала Любешовская педагогическая школа, которая готовила учителей начальных классов. Директором ее был тканка Александр Васильевич, будущий герой Советского Союза. Известные персоналии, связанные с Любешовым Антон Машинский. Последний ректор Любешовского коллегиума. Тадеуш Костюшко, деятель польского национально-освободительного движения. Учился в Любешове. Ежи Цапенос. Мягкий знаки, проповедник и поэт. Известный знаток латыни. Станислав Юэндезуэл. Профессор Виленского университета. Основатель Вильнюсского ботанического сада. Казимир Нарбут. Педагог и философ. Автор учебника «Логика». Маций Догель. Автор кодекса дипломатического. Гриневич Эдуард Михайлович. Герой Украины. Боец Волынской сотни. Самообороны. Защитник Майдана. Учился в Любешовском техническом колледже. Работал в Любешове. Малафейк Иван Васильевич. Профессор. Доктор педагогических наук. Академик УАН. Почетный гражданин Любешова. Кравчук Петр Авксентьевич. Писатель. Краевед. Мартынек Адам Иванович. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины. Уроженцы Любешова. Тарас Михалик. Известный футболист. Игрок команды «Динамо» и национальной сборной Украины. Навроцкий Вячеслав Александрович. Украинский правовед. Доктор юридических наук. Культура. В Любешове с 1945 года выходит районная газета «Новая жизнь». В 2004 году в Любешове с мягкой знака и краткой районной типографией была напечатана первая в истории Любешова книга. Ею стала книга местного литератора и краеведа Петра Кравчука «Рекорды волыни» 1993. В Любешове работал Любешовский межотраслевой кооперативный центр научно-технической информации «Эрудит», который наряду с разработкой, изготовлением и распространением технической документации имел издательские права. В этом издательстве были изданы книги Петра Кравчука «Рекорды природы», «Рекорды волыни» 1998 и «Книга рекордов волыни». На книгах указаны места их выдачи Любешов и эмблема кооператива «Эрудит» известной персоналией, связанной с Любешовом Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, США, Белоруссии. Почетный гражданин Франции учился в Любешове. Уроженцы Любешова Михаил Экторас Владимирович – украинский футболист, центральный защитник московского «Локомотива» и национальной сборной Украины.